Следующий небольшой тест, антитест, запускается, попытка съемок клавиатуры, предупреждение, запрещаем, невозможно запустить Keyboard Hook, замечательно, скриншот, скриншот, я смотрю, выполняется по всем программам, клипборд, выполняется, защита системы, запрещаем, невозможно модифицировать, второй ключ, тоже невозможно, запрет, ну программа работает по другому, явно видно, переходим к следующей группе тестов, сейчас мы попробуем запустить наш отдельный файл, который отвечает за автоматическую загрузку при стартинге, давайте попробуем заблокировать его работу и перезапустить машину, так было создано правило и программа не может соединиться с сетью, заблокировано, применяем возможность перезагрузки, программа запрограммирована, нам остается перезапуститься и посмотреть результат, во время стартинга программа пыталась соединиться, запустилась она раньше, чем появился значок Касперский интернет секьюрити релиза кандидат, и программа предложила выполнить закачку, единственная проблема был заблокирован URL, то есть ошибка скачивания с URL адреса, закачка бы осуществилась, но она была заблокирована, видимо, продуктом Касперского, который определил опасность самого адреса. Таким образом, можно констатировать тот факт, что на момент загрузки опять же остается некая брешь 64-битной системе, которая связана с тем, что Firewall не сразу включается в защиту и позволяет программе за определенный промежуток времени стартинга выполнять зловредные действия в сети. Ну, может быть и не зловредные, но доступ в сеть программе был дан. Еще раз перепровел я данный тест, только кое-какие настройки подредактировал. Ну и вот, что мы получаем. Соединение было установлено, программа была скачана до того, как появился значок Касперского. К сожалению, записать я это не могу, потому что все это происходит очень быстро. Мне приходится уже постфактум запускать свою программу видеозаписи. Идет попытка установки программы, которую, естественно, я устанавливать не буду. В чем разница? Разница составляет в том, что веб-антивирус я перевел на рекомендуемые функции. То есть автоматическую блокировку, которая у нас предлагается, вот здесь блокировать опасные веб-сайты, она отключена по умолчанию. Ну и также доверенные адреса, вот здесь вот не проверять веб-трафик с доверенных веб-адресов. Возможно, это влияет на работу программы, ну и юристика тоже. Может быть, и это тоже повлияло. В любом случае, ослабление вот этих настроек до нормального уровня позволило программе установиться и запуститься. При этом я хочу показать, что программа сама по себе имеет однозначное указание на сетевые правила блокировать все сетевые подключения. То есть сейчас, когда Касперский интернет секьюрити релиза кандидат находится во включенном состоянии, данная программа осуществить подключение к интернету не сможет. Ну и вот мы видим, что попытки соединения программы сейчас невозможны. Таким образом, могу на 100% теперь уже утверждать, что структура работы программы совпадает со структурой работы программы на 64-битной системе 2012 года, предыдущей версии, когда точно так же возникали проблемы на реальной машине. Ну вот вы видите, что установить соединение программы не способны, она все пытается пинговаться, но ей запрещено соединение. Таким образом, и по запросам, и по работе программы однозначно видно, что ее процесс соединения невозможен. Касперский продолжает обнаруживать различные, как он считает, зловредные программы. Вот в настоящий момент он с десктопа PC Audit видит. Удаляем. Спайка удаляем. В общем-то, работа продолжается. Теперь давайте проведем небольшие тесты, которые у нас остались. Сначала посмотрим HIPPS. Попробуем открыть первый файл, который выносит изменения. Написано, что программа стала известна более года назад. Предупреждение идет более детальное здесь. Посмотрите, процент пользователей, которые ограничивают, которые блокируют. В 12-й версии я вот этого не видел. По крайней мере, мне это не встречалось. Исходя из того, что в основном ограничивают, мы ограничиваем. Запрещаем. Запускаем Keylogger. Программа запускается. Но появляется предупреждение. У программы обнаружено подозрительное поведение, характерное для вредоносного программного обеспечения. Можно посмотреть историю опасных действий. История действий программы. Создается софтвори. Создаются ключи. Ну, вот, честно говоря, подробного описания этих действий я здесь не вижу. Кроме названия. Notavirus. Keylogger. Вот на это стоит обратить внимание. Что это не вирус, но это съем клавиатуры. Ну, и раз мы работаем на ручном управлении, получив такое сообщение, естественно, я не стал бы действовать, как здесь рекомендуется. Здесь рекомендуется разрешить действие программы. Ну что ж, разрешив действие программы, мы получаем вот это вот съем клавиатуры. Завершить. Ну, немножко по-другому работает 2013 года. Реля за кандидат от Касперского. Если вы помните, то проактивная защита, которая была выделена в отдельный сегмент, в 12-й версии, она задавала более конкретный запрос и блокировка шла сразу детально и конкретно. Здесь предлагается, можно запустить, можно не запустить. Как-то вот проактивное действие не совсем понятно. Подозрительное действие обнаружено, но рекомендация стоит разрешить. Мне кажется, это несколько неправильно. Следующая программа запускается и предупреждение идет постфактум. Что ж теперь блокировать-то, когда оно уже запустилось? Из группы слабые ограничения пытаются прочесть защищаемый файл, входящий в группу. Касперский лаб. Ну, понятно, он почувствовал, что его процесс затрагивается, пытается быть прочитанным. Запрещаем это действие. То есть, действие Касперский пытается остановить прочтение своих файлов. Это хорошая модификация в продукте. Мне это нравится. Следующая программа – Rectest. Давайте посмотрим, как на нее отреагирует наш продукт. Группы слабые ограничения пытаются внедрить код в процесс. Предупреждение опасное. Конечно, получив такое предупреждение, я бы его заблокировал. Вот последовательность запуска программы. Windows Lagoon. User's Lagoon. Application Windows Explorer. Рекомендованных действий здесь нет. Срабатывает контроль программ. Если мы ее запрещаем сейчас, то, соответственно, мы и не можем ее запустить. Я все-таки предлагаю пойти немножко дальше. Я понимаю, что предупреждение срабатывает. И опасное предупреждение имеется. Но интересно, а действие программы проактивная защита в новом варианте сможет остановить или нет? Пытается закрыть программу Рек-теста или получить доступ к нему с правами на удаление. Ну, разрешим сейчас изменить работу процесса. Разрешим. Разрешим. Много запросов идет. Ну, понятно, что все это надо запрещать. Ну, вот так вот мы поступили и разрешили. А сможет ли зловредное действие изменение ключей реестра сейчас каким-либо образом остановить, обнаружить, запретить модификацию? Ну, вот что я хотел увидеть. Пытается изменить защищаемый ключ реестра. Запретить. Ну, видимо, не все ключи защищаемые. Бут был защищен. Защита состоялась. А вот изменения Sanjava, Ebode, аудиокодек. Изменения были внесены. Единственное, конечно, свои процессы он тоже охраняет по автомату. Ну, что я могу сказать. Даже с таким жестким режимом работы, с разрешением через 10-й запрос принудительным, все-таки новая версия Касперского смогла обнаружить изменения модификации основных ключей реестра и запретить их действия. Но, к сожалению, только на ручном режиме. На автоматическом режиме с настройками по умолчанию у нас происходит блокировка только своего ключа. Здесь все остальное продолжает работать. Ну, что ж, попробуем перезагрузить компьютер. Я рассчитывал, что после нажатия на клавишу перезагрузка начнется эта самая перезагрузка, но все не так. Программа продолжает, Касперский продолжает обнаруживать вредоносные действия. Сейчас он обнаружил опять, пытается создать вложенный ключ параметров защищаемых ключей реестра, входящим в группу операционная система. Давайте попробуем теперь уже запрещать. Отправить оконное сообщение. Компьютер был перезагружен принудительно, так как сама программа на перезагрузку пойти не смогла. Перезагрузка прошла без каких-либо замечаний. Так как у нас не был изменен основной ключ реестра, отвечающий за загрузку компонентов, то и перезагрузки двойной никакой не было. Тем не менее, программа рапортовала о том, что тест не пройден, так как у нас имеется возможность видоизменения ключей реестра. Вы помните, что три ключа были видоизменены. Тем не менее, я считаю, что с тем количеством запросов, которые у нас было при адекватной работе, программа естественно бы не запустилась и никакого зловредства сделать в системе не смогла. А я проверял всего лишь проактивную защиту, как работают новые компоненты, которые использованы в данной версии, и как они способны реагировать на различные поползновения в системе на максимальных настройках. И результат мне, по крайней мере, понравился. Зловредные действия определяются и блокируются. Следующая группа тестов – SpyCar. Ну и здесь у нас идет процесс обнаружения вредоносных программ. Ну и запустить мы их не сможем. Все, программы удалены. Следующая группа тестов – LeakHips. Запускаем коммода. Запрос. Пытается внедрить код в процесс. Запрещаем. Первые действия остановили. Второе действие. Пытается внедрить модуль во все процессы путем установки глобальной ловушки. Запрещаем. Тест пройден. И третий тест, тоже реакция есть. Пытается выполнить действие с адресным пространством процесса. Запрещаем. Тест пройден полностью. Проактивная защита. Модуль проактивный обнаружил поползновение внутри. FireHall. Запускаем. Пытаемся передать информацию. Запрос. Пытается внедрить код в процесс. Запрещаем. Пытается скопировать внутренний описатель из другого процесса. Запрещаем. Пытается внедрить модуль во все процессы путем установки глобальной ловушки. Запрещаем. Ну, я думаю, на этом работа программы и прекращается. Не может она запустить интернет-эксплорер, а соответственно и выполнится. Тест пройден. Следующий тест. Идет анализ программы. Программа неизвестна. Программа запустилась. Вводим данные. Запрос. Слабое ограничение. Пытается внедрить код в процесс. Запрещаем. Пытается использовать командную строку браузера. Запрещаем. Запрещаем. Сейчас запрещаем. Ну и на этом все. Действия программы прекращено. Джампер. Создан файл. Ну, дальше действия были обнаружены. Запрещаем. Тем не менее, программа рапортует, что запись была осуществлена регистрационного файла. Эксплорер запустить не удается. Выгрузить его не удается. Но, судя по запросам, ничего исполнить программа не смогла. Следующая программа. Попытка внести изменения в модификацию на перезапуск. Выполнена. Попытка перезапуска определена. Остановить операционную систему. Запрещаем. Тем не менее, программа рапортует, что процесс был выполнен, но мы видели, что этого не произошло. Был запрос. Создание вредоносного файла обнаружен. Неправильный ответ. Создание ключа реестра обнаружен. И программа отреагировала правильно. Попытка передачи информации запрещаем. Тем не менее, нам сообщают, что тест мы этот не прошли. Информация была передана. А почему? А когда разрешаем, то все нормально. Пакет пошел, но не дошел. В общем-то, видимо, тут что-то с самой модификацией теста. Блокировка никак не может позволить чему-то куда-то отправиться и, соответственно, не пройти тест мы не могли. Мы его прошли. Но вот так вот. Серфер. Запрещаем. И серфер куда-то уходит. Исчезает терминатор. Запрещаем. Серфер тут сообщает, что надо... Невозможно запустить Explorer. И так далее. Ну, Explorer-то у нас запущен. Проблем-то нету. Сообщение о том, что Firewall у нас сработал. Ну, все ясно. Сработка есть. Trojan Simulator. Сработка есть. Запрещаем. Инсталлировать ничего не можем. Определение программы. Программа запущена. Давайте попробуем ее действию выполнить. Сетевой экран тем временем определил, что у нас исходящий пакет пытается отправиться. Ebody Flash Player пытается у нас соединяться. Давайте разрешим ему. Он нам сейчас не играет роли. Мы не проверяем его работу. Первый тест. Пытается использовать командную строку браузера. Запрещаем. Второй тест. Пытается прочесть защищенный файл. Запрещаем. 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 Третий тест. Пытается дать вложенный ключ. Запрещаем. Четвертый тест. Ну, четвертый тест вообще не реагирует. Программа вошла в ступор. Все ее действия были заблокированы. Следующий тест из УПАС. Обнаружение вредоносной программы. Остаются лик-тесты. Код запускаем. А вот результат код-теста. Соединиться не удалось в программе. В первом случае появилось сообщение о том, что пакет пытается уйти. Я его вручную блокировал. А вторую часть теста программа заблокировала сама без моего участия. Он пишет здесь какую-то ошибку, невозможности соединиться. Но это работа проактивной защитой фаервола. Следующий тест. Лик-тест запускаем. Запрос. Запретить сейчас. Соединиться невозможно. Тест пройден. Ялта. Здесь у нас что-то создается. Что-то отправляется. Сохраняется. В общем-то, действия этой программы Касперский не видит. Ну, а PC-аудит уже исчез. Отсюда он уже был обнаружен и уничтожен. Поэтому его провести мы не сможем. Еще раз хочу провести мини-секьюрити-тест. Но тут все так же остается. PC-фланг. То же самое. PC-секьюрити-тест. Хотелось бы мне провести еще раз тестирование. Пока мы ожидаем вторую фазу теста. Я провел еще раз команды Лик-тест и убедился в том, что действительно на ручной работе мы получаем 320 баллов. Вторая фаза практически заканчивается. Сейчас мы посмотрим результат. Почему я перепровожу тест? Есть у меня подозрения. Некоторые подозрения, видимо, все-таки оправдываются. Я заметил, что после перезагрузки программы, после перезагрузки компьютера, что было сделано при тестировании файла автозагрузчика, больше запросов стало поступать. Мне кажется, что исходя из того, что это версия релиаза кандидат, какой-то механизм изменения настроек, видимо, не совсем в полной мере вступает в силу. Ну, если мы заметили с вами вот этот нюанс, который имеет место быть, я считаю, что это все-таки какая-то пока еще недоделка. Веб-антивирус у нас не изменяет здесь вот шапочку на работа в другом ракурсе, потому что здесь ручные настройки стоят. Однако остаются рекомендуемые. Вот здесь вот не гаснет. Возможно, еще существуют недоделки какие-то, связанные с предвыпуском программы и так далее. Поэтому, если вы пытаетесь использовать эту программу, рекомендую после применения настроек в обязательном порядке сделать перезагрузку компьютер, чтобы все включилось в работу. Ну и все-таки, мне кажется, контроль программ не стоит загружать в правила для использования из КСН. Вот результат этого теста 100%, 75% антиспайвари протекшн, учитывая использование интернет-эксплорер. И антихакинг, можно сказать, тоже 100%, потому что не получилось тест проходить. Была осуществлена блокировка зловредных действий. Поэтому тест, в принципе, очень на высоком уровне пройден. Поэтому я к нему и вернулся. И у нас остаются внешние тесты. К сожалению, сайт PC Flank по настоящее время находится в неработающем состоянии. И проверить я хотел стелс-тест, потому как именно стелс светился как непройденное ТКП соединение в 12-й версии. Но, к сожалению, что-то с соединениями, сайт заблокирован, невозможно пройти, невозможно подключиться, слишком много соединений, пишет PC Flank. Продолжается блокировка, поэтому мы вынуждены использовать те сайты, которые в настоящее время доступны. Результат первого немецкого сайта нам сообщают, что у нас в защищенном состоянии мы видим из основных 3389 порт, 445-й, 139-й, 138-й, 137-й NetBio, 135-й РПК. Все остальные порты находятся в закрытом состоянии. Следующий тестовый сайт. Давайте проверим порты. Было проверено 462 порта, все они находятся в закрытом состоянии, не открыты. Следующий тест. Проверяем троянские порты. Было просканировано 314 портов, все они находятся в закрытом состоянии. И последний тест с этого сайта. Проверка получения информации о NetBIOS. Получить информацию извне о NetBIOS не представляется возможным, информация защищена. Переходим к следующему сайту для того, чтобы просканировать порты от 0 до 1055 и основные порты, с учетом того, что мы выставили под защиту все порты, а не только основные. Осуществляется сканирование. Мы видим, что количество зеленых клеточек увеличилось, но как-то не очень обильно, честно говоря. Еще раз демонстрирую, что в настройках выбрано контролировать все сетевые порты, всегда проверять защищенные соединения. Результат в тест не пройден. Большинство портов просто закрыты. В защищенном состоянии на 135 порты NetBIOS 227, 243, 248 и 445. Ну и дополнительный тест тоже показывает непройденность. Мы видим, что у нас большинство портов закрыты, защищены. 135, 139 и 445. Еще один момент. Я выставил функцию не проверять защищенные соединения. И теперь в таком варианте хочу проверить еще раз, провести данный тест. Касперский обнаруживает атаку сетевую на ТКП соединения с адреса такого-то. Но тем не менее, несмотря на то, что я тут поменял проверять защищенные соединения, разницы я не вижу. Поменялось несколько портов местами. Как-то хаотично. Нет, портов стало больше. Результативность есть. Честно говоря, не очень понимаю качество работы. Еще раз перепровел я тест. И теперь картина вновь изменилась. Теперь уже здесь порты защищенные куда-то пропали. Снизу остались только те, которые остались. 683, 445 и тут вот то, что нам известно. Как-то странно вообще работа осуществляется по защите портов. Еще раз перепровел я тест, но здесь уже внизу никаких защищенных портов не появилось. Так все и остается как есть. Ну, по этому поводу я ничего пока говорить не буду. Программа находится в разработке, в доработке. Возможно, вот это мелькание портов, оно каким-то образом еще пока пытается себя проявить. Может быть, оно должно проявляться, но не проявилось. В любом случае выставлено контроль и защита всех портов. Но в защищенном состоянии остается очень маленькое количество портов. Я понимаю, что там есть еще порты троянские, которые идут туда дальше. Но сейчас меня интересует вот эта основная картина, которая выглядит вот таким вот образом. Ну и последняя часть теста. Теперь нам остается попытаться осуществить выгрузку компонентов антивируса. Тем самым проверив самозащиту программы. Давайте посмотрим процесс. Вот я вижу WPXZ, который составляет в настоящее время 235 мегабайт. Его рабочий объем достаточно внушительный. Но, как мы помним, у Касперского тенденция подключать группу процессов к одному процессу. И тем самым там трудится не один процесс. Это просто основа. Давайте попробуем применить терминатор данного образца KillSwitch 1. KillSwitch 1 выгрузить основные процессы не способен. И еще один процесс, 90 мегабайт он занимает. Это консоль управления. Выгружаем. И консоль управления выгрузить тоже не удается. Самозащита программы, как я понимаю, улучшилась. Попробуем загрузить процесс хакер. Ну, по поводу процесса хакера мы разрешим работу программы, естественно. Потому что иначе мы не сможем ее запускать. Нас интересуют конкретные действия. В данном случае вот он, АВП-Экзе. Сначала попробуем его просто выгрузить. И процесс выгружать. Касперский остановлен. Защита включена. Касперский и от этого момента защищен. Он просто выгрузился и автоматически запустился. Процесс в рабочем состоянии. Попробуем выгрузить дерево процессов. Процессы выгружаются. И восстанавливаются. Все работает. Угроз нет. Еще один вариант. Теперь уже терминатор данного хакера. Он немножко видоизменен. Выгрузка осуществилась. Ну и что-то процесс запуска затягивается. Второй процесс запускаю на терминацию. Ну и он ушел тоже. Однако пока предупреждения я не вижу. Предупреждение есть. Касперский антивирус остановлен в работе. Ну что ж, прошло время. Я не могу больше ждать. Я считаю, что времени достаточно для того, чтобы восстановиться. Вы видите, что оба процесса выгружены. И в настоящий момент, несмотря на то, что центр поддержки сообщает, что у нас все подключено. Касперский включен. И фаерволл, и антивирус. Тем не менее, процесса в системе я не наблюдаю. Можно проверить, подключить флеш-носитель. Будет ли какая-то реакция. У меня стоял на запросе. Процесс подключения флеш-носителя. Нет, запросов никаких я не вижу. Предлагается открыть. Ну, не вижу я работы модуля. И давайте запустим еще один модуль программы. KillSwitch 2 на этот раз. Меня интересует инструмент авторананализер. Сейчас мы попробуем поработать с некоторыми процессами, которые существуют здесь. Касперск. Мы попробуем их остановить и заблокировать, и перезагрузить компьютер. Сможет ли программа загрузиться после такой манипуляции. Она, в принципе, возможна. Здесь нет ничего сверхъестественного. Первый процесс. Пытаемся отключить. Отказано в доступе. Пытаемся удалить. Отказано в доступе. Смотрим дальше. Еще один процесс антивируса. Отключается. И удаляется. Смотрим дальше. Еще один процесс антивируса. Отключается. И удаляется. Дальше. Вот целая группа процессов. Ключи автостарта я вижу. Хелпер. Не удается отключить один из файлов. Не удается отключить второй файл. Не удается отключить третий файл. Теперь пробуем их удалить. Первый файл удален. Второй файл удалить нельзя. Третий файл удален. Четвертый файл удалить нельзя Следующий файл удален И удалить нельзя Половина файлов осталась, половина исчезла И дальше идут процессы SafeMoney плогин Защита связанная с переводами URL-адвизор Тоже удаляется Virtual Keyboard И отключается И удаляется Эти три процесса ушли Давайте посмотрим еще Есть ли какие процессы есть AVP Защиту компьютера Отключить невозможно Удалить невозможно Целая группа процессов опять Отказана в доступе Удаляю Достаточно много компонентов Из которых состоит продукт На самом деле Которые подключаются Пока все отказано в доступе У нас Основные компоненты не удаляются Удаляются дополнительные Компоненты Компоненты Вот эта группа процессов Вообще сопротивляется Жестко Это видимо Основа идет Ну Вот еще два процесса Гаджет Кстати про гаджет Мы и забыли его Посмотреть Я как-то Не придал этому Значения Хотя наверное Это было бы интересно Да Гаджет существует Вот он запускается Но тут мы наверное Ничего не видоизменим Единственное Что мы видим Черную рамочку Опять четыре Значка Можно настроить Подобрать Я уже говорил Что это удобно Настраивается И делается Меня это устраивает Работа такого гаджета Понятно Вернемся сюда Видим мы гаджет Невозможно отключить Невозможно отключить То есть Убрать из процесса Автозагрузки нельзя А удалить А удалить можно Ну вот и все Процессы удалены Ну что ж Те действия которые я сделал Конечно они являются достаточно жесткими И возможно кто-то скажет Что это лишнее Тем не менее Мы должны знать О продукте максимум И уж коли этот продукт Является реля за кандидатом То есть Определенным этапом в работе И у нас есть чем сравнить Мы проверяли 12 версию продукта То мы можем сделать Некоторые выводы Давайте выполним перезагрузку Посмотрим как стартует система Несмотря на то что мы выгрузили Достаточно большое количество компаний Процесс хакера сделал имитацию Выгрузки программного продукта При том что сама Windows не определила Отсутствие защиты Ну и авторан анализер Мне удалось выгрузить И удалить из стартинга Много ключей реестра И загрузочных компонентов Тем не менее Касперский стартовал Никаких сообщений О неправильной работе нет Система работает Все компоненты подключены О выключенных компонентах Не сообщается Можно проверить гаджет И гаджет запускается И работает Давайте посмотрим Авторан анализер Единственное Вот сейчас сработка на авторан анализер На комода идет На запуск программ Когда мы выгрузили Хакером Касперского То у нас таких запросов Не поступало И как работала программа Если она работала В этот период времени Я сказать не могу Возможно все таки Выгрузка и состоялась Я наблюдаю Что процессы Которые выгрузить не удалось Они в системе присутствуют А те которые все таки Выгрузить удалось Они тут Не появились Повторно Их здесь нет Ну вот гаджет Я вижу Остановился процесс Он существует Вот ряд функций Ну что ж Можно подвести Окончательный итог Виртуальная клавиатура Работает Все компоненты Работают Поэтому Сказать о том Что Какие то Грубые виды Изменения Мне удалось Вынести Путем выгрузки Процессов И компонентов Автостарта Я не могу Программа работает И все компоненты В рабочем состоянии Теперь по поводу Вывода По проведенному Тестированию Я бы хотел еще раз Сделать акцент На том Что это было Предварительное Тестирование Программа Является всего лишь Реля за кандидатом Соответственно Не может называться Окончательным продуктом Тестирование Это проводилось В качестве Желания Посмотреть Те новинки Те изменения Которые Обещали нам Производители И Хотелось Посмотреть Как Это все Будет работать В чем Намечаются Какие нюансы Какие плюсы В работе Программы Во-первых Для анализа И оценки Данного обзора Стоит учитывать Что 64-битная система Имеет определенные Ограничения Как я уже говорил Сложности в программировании Существуют И достаточно Тяжело Производителям Подобрать ключ Для того Чтобы адекватно И быстро Программа Могла работать Без Бсодов Без Синих Экранов Пока По крайней мере Как мы работали При проведении Данного теста С продуктом Никаких проблем У меня с ним Не возникало С настройками По умолчанию Мне показалось Что продукт Показал себя Несколько Хуже Чем Версия 2012 Года И скорее всего Это было связано С тем Что Проактивные Компоненты Защиты Были Переформированы Принятие Решения Из КСН По поводу Определенных Приложений Оно Несколько Негативно Сказалось На автоматической Работе По умолчанию И многие Приложения Исходя Из правил КСН Распределялись Таким образом Что Это автоматическая Защита Внутренняя Не успевала Что-либо Сделать Так как Разрешающее Правило Уже было Создано И программа Уже функционировала В определенных Рамках Когда мы Перевели работу Программы На максимальный Режим И отключили Автоматическое Распределение Программы Определение Программ Запускаемых То естественно Здесь Проактивная Защита В разы Усилилась И мне кажется Что она Вот в этом Варианте Является Более Сильной При изменение При изменении Настроек Программных Продукта Желательно Систему Перезагружать Так как Все таки По моим Ощущениям Не могу Сказать на 100% Но мне Показалось Так Что некоторые Настройки Не вступают В силу До перезагрузки Видимо Это пока еще Либо какой-то Нюанс Связанный С тем Что программа Является Только реля За кандидатом Что-то Не доделано Либо Вот такой Существует Нюанс На который Бы хотелось Обратить Внимание Разработчиков Так как После перезагрузки Проактивная Защита При работе С программами Значительно Возросла Количество Запросов Было Гораздо Больше Но это По моим Ощущениям По крайней мере Что касается Внешней Защиты Хотелось Б отметить Что К сожалению Не удалось Проверить PC фланг Как работают Каналы Есть ли Какие-то Изменения По сравнению С 12 Версией В рамках Проиводимого Тестирования С данным Сайтом Так как Он в нерабочем Состоянии Прибывает Под защитой Находятся Не все Порты И если По умолчанию Защита Блокирует Те порты Которые Считает И защищает Те порты Которые Считает Опасными То в случае Выставления Галочки Защищать Все порты И контролировать Все порты Я не увидел Чтобы эти порты Вся общая картина Портов Защищалась Да Они остаются В закрытом состоянии Но не под защитой Нашего фаервола Возможно Это не доработка Системы Возможно Это В настоящее время Пока еще Что-то Не доделано В самой программе Потому что Вы увидели Что несколько раз Проводил я Тестирование И нюансы Были То у нас Высвечивали Зеленым Группа портов То она Исчезала Из-под защиты На повторном Тестировании Не проявилась Защита Этих портов Ну в общем-то Какой-то вопрос Вот по портам Пока существует Я думаю Что он Скорее всего Будет доработан И исправлен Потому что Ну если мы Выставляем галочку Контролировать все порты И защищать все порты То соответственно Они должны защищаться Также хотелось бы Отметить еще один нюанс Что Тестовый модуль Программы Автозагрузки Которую я самостоятельно Применяю Для того Чтобы проверить На раннем этапе Существует ли Защита Фаервола При загрузке Системы Выхода в интернет По сравнению С 12 версии Также осталась Недоработка Которая Позволяет Программе Даже включенный Список Заблокированных На выход В интернет При стартинге Системы Стартовать Выходить В интернет Загружать Содержимое Определенное То есть Осуществлять Связь Извне Выходить Вовне И что-то Запускать До того Как Включиться В действии Фаервол Данного Программного Продукта Но Опять же Могу Сослаться На то Что возможно Этот нюанс Еще пока Не обрабатывался Производителем По поводу Самозащиты Ну здесь Чтобы я не пытался Сделать С программой И выгрузить Ее терминатором И выгрузить Ее Килсвич И вручную Анализером Ключи Реестра Обнулить Удалить И так далее Тем не менее Программа Находится В рабочем Состоянии Все компоненты Подключены И работают Процесс Хакер Конечно Сумел Выгрузить Программу Жестко Из системы Сказать Работала Ли Программа Реально После этого Я не могу Потому что Windows Подтверждает Работу Программы А фактически Программа Отсутствовала И при запуске Программ Запросов Нам уже Не поступало Что свидетельствует О том Что модуль Контакта Находился В нерабочем Состоянии И при подключении Флэш-носителя Тоже запросов На его сканирование Не поступило Предлагалось Открыть Флэш-носитель Поэтому Здесь Некоторая Недоговоренность Существует Я не могу Гарантировать Того Что основные Модули Антивирусные Не работали В этот момент И тем не менее Не могу Сказать Что программа Работала Так как Фактически Ее процессов Я не наблюдал Таким образом Данный Реляза Кандидат Показал себя С положительной Стороны Стоит добавить Что скорость Работы Программы Значительно Возросла На максимальных Настройках Видимо Видоизменения Проактивной Защиты Которая В основном На что и делалось Уклон Лаборатории Касперского Он принес Своей плоды Опять же Хочу сказать Что все положительные Моменты Мне показалось Все таки Происходили Из ручной Работы С продуктом С настройками По умолчанию Очень многие Проактивные Моменты К сожалению Себя не проявили И виной Здесь Именно КСН Касаемые Определения Программ Которые Заранее Программу Определял В определенный Статус Что не позволяло КСН Применять Себя В полной Мере Ну что ж На этом Все С вами был Настройма 771 Спасибо За внимание До свидания